Я реваю! Все ругаются, проклинают, обзывают. Ужасно. Гидаются под трамвай, чтобы только открывали двери. Вы же взрослая женщина, все понимаете. В Богораде все должны понимать. Давайте придем в круг. В общем, не денег. Разбитые стекла троллейбусов, избиение водителей за свободное место, переполненные маршрутки и полное игнорирование социальной дистанции. Так Одесса входила в карантин в середине марта. Для кого-то он прошел непросто. Однако для легендарного привоза законы не писаны. Вот, пожалуйста. Вот приблизительно вот так и происходит наша работа. На рынке карантин. Будьте любезны, покиньте территорию рынка. В то время, когда малый и средний бизнес выживал, достаточно хорошо себя чувствовали некоторые коммерческие гиганты. Некоторые отделы в эпицентре закрыли и повесили вот такие таблички. Еще видел там часовую непротюру. Но, как мы видим, по количеству людей, можно спокойно зайти и продолжать покупать все, что тебе нужно. Однако Одесса пыталась держать вирус, как могла. На въездах в город были установлены блокпосты. В течение всего карантина город пытался обеспечить лекарствами и медовоорудованием главную инфекционную больницу города. Однако послабление карантина город встречал так, будто его полностью отменили. В первые дни с танцами и алкогольными напитками Одесса погрузилась в полноценную ночную жизнь. Пока кафе и клубы развлекают взрослых, детские сады возвращаются к работе уже 1 июня. Возобновили свою работу парикмахерские, непродовольственные магазины и летние площадки кафе. Хотя во время карантина некоторые все же закрывали глаза и работали в подпольном режиме. Светлана Довжук, Юлия Польнова, телеканал Репортер.